МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» вы присылаете вопросы, которые заставляют нас задумываться, как-то готовиться. Они касаются очень острых тем, в том числе одной из самых определяющих для церковного человека. Эту тем можно обозначить словом «причастие». Это великое таинство. И вот раба Божия Юлия нас спрашивает. «Я знаю, что необходимо причащаться, но я никак не могу преодолеть брезгливость и страх заразиться, так как знаю несколько историй заражения от причащения. В то же время боюсь разгневать Бога своим маловерием. Что мне делать?» Вы знаете ли, Юля, это, конечно, искушение. Конечно, это просто лукавый. Здесь смущает вашу мысль. Вот я в церкви уже более 40 лет, я не с младенчества верующий, более 40 лет. И я ни разу не слышал, чтобы кто-то, какая-то зараза передалась через святые дары. Это невозможно. Сам Господь, Спаситель наш, таинственно и реально присутствует в своих святых дарах. И мы причащаемся во оставление грехов и исцеление души и тела. Представьте себе, что вот за два тысячелетия, которое существует христианство, в разные эпохи, вот первые там века христианства, средневековье, вот новое время, вот наша современность. Казалось бы, когда тысячи или там сотни людей причащаются из одной чаши, казалось бы, если бы это было человеческое нечто, то это был бы источник заразы. Вот эпидемии какие-то. Пожалуйста, вот приходит человек больной, причащается, и, казалось бы, он других должен заразить. Нет, этого не происходит. По окончании богослужения в чаше остаются еще и частички, и святая кровь, частички тела Христова, и священник их потребляет. Казалось бы, священники должны были бы вымирать, если вот ваши опасения были бы оправданы. Так что это совершеннейшее искушение. Не обращайте на него внимания, постарайтесь его преодолеть. Придите на исповедь, покайтесь в своем сомнении. Человек имеет право на сомнения, но он их должен правильно преодолевать. Помоги вам, Господи. В нашем храме батюшка говорит, что к исповеди и к причащению нужно приступать всегда, независимо от того, подготовился ты или нет. По его мнению, аргументы о том, что недостаточно подготовился, не постился, не прочитал все молитвы – это отговорки, которыми мы сами себя отстраняем от таинства. Можно ли соглашаться с такой практикой? Спрашивает нас раб Божий Дмитрий. Вы знаете, Дмитрий, в принципе, я с вашим батюшкой согласен. Конечно, нужны поправки, нельзя всех, так сказать, под одну гребенку. Но, собственно, решать, достоин причащаться или не достоин, это Господь возлагает на священника. Причем вот святитель Иоанн Златоуст вот еще почти более полутора тысячелетий назад написал, что вот ты говоришь, что ты недостоин сегодня причащаться, но все-таки ты приступишь к причастию. Значит, что, тогда ты достоин? Это же тоже нонсенс. Какие мы достойные? Если Господь приносит себя в жертву, как-то можно быть достойным жертвы? Я достоин, чтобы за меня Господь умер. Но мы никогда, мы должны понимать, что даже когда священник разрешает и допускает, все равно мы никогда не достойны причастия святых христовых тайн. Это мы по милости Божией причащаемся. И вот таинство исповеди совершается по велиции милости Божией. Господь нас милует, потому что Он милостив, а не потому что мы достойны. Вот это надо понимать и как бы вот суд и решение оставлять священнику. И как Он решит, так и вот и поступать. Работаю всю неделю. В субботу хочется немного расслабиться, выпить вина или пиво, чтобы снять стресс. Утром в воскресенье в храм. Батюшка спросит, готовился ли к причастию. Мясной и молочный я не употребляю в пищу. Но как быть с вином? Можно или нет? В воскресенье выпить уже нельзя, потому что надо за руль. Как найти компромисс? Спрашивает раб Божий Валерий. Знаете ли, Валерий, этот вопрос, конечно, достаточно индивидуальный, потому что вовсе не все сидят за рулем. И если у вас такая напряженная работа, что требуется снять стресс, то я думаю, что это возможно. Но это, во-первых, нельзя сказать любому человеку, да и не нужно. И, во-вторых, нужно, конечно, вот самому себе определить свою меру, когда уже после которой начинается уже не просто расслабление, а, ну, вот какое-то излишество, которое, так сказать, тебя к опьянению приводит. Так что если вы чувствуете свою меру, знаете ее, то мне кажется, это допустимо. Но, повторяю, это далеко не к каждому относится, и даже и вот вы должны очень четко и строго себя контролировать. Чем строже, тем лучше. И самое страшное – это расслабление, от которого избавит нас Господь. Теперь я постараюсь кратко ответить на несколько ваших вопросов. Расскажите, пожалуйста, о святом уголке. Должен ли он быть в каждой комнате? Какие иконы лучше выбрать? Спрашивает раба Божия Светлана. Вот уголок с иконами в комнате должен быть там, где вам удобно. И в той комнате, в которой вы будете молиться. Если у вас семья из нескольких членов, и вы живете во всех комнатах, значит, в каждой комнатке должен быть такой уголочек, который по сердцу обитателю этой комнаты. Как правило, должны быть иконы Спасителя, Божьей Матери, святых, чьи имена вы носите, или святых, которых вы особо почитаете и любите. Но никаких таких вот жестких правил, регламентирующих подбор икон для домашнего употребления не существует. Обязательно ли нужно носить крестик после крещения, спрашивает Равиль. Да, конечно, желательно, очень желательно носить крестик после крещения. Если вы живете в такой среде, которая будет как-то выражать свое недовольство тем, что у вас крестик на шее, можете его прицепить там к майке или положить в кармашек рубашки, но очень, конечно, желательно, чтобы крест всегда был при вас. Однажды после праздника крещения Господня зашел разговор о том, кто и где окунался в прорубь. Я сказал, что нигде не окунался. Приятель сказал мне, что это лукавый меня удержал, что это большой грех не окунуться в прорубь на крещение, ибо это обязанность для православного христианина. Не могу согласиться, что это обязанность для православного христианина окунаться в прорубь. А если он живет на юге, где вода не замерзает, что ему тогда делать с этой обязанностью? А если у него здоровье такое, что не позволяет, или возраст? Что он уже, значит, не православный? Если есть силы, желания, усердия, Бог благословляет, это благочестивые обычаи. Но это всего лишь благочестивые обычаи, а вовсе не обязанности. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Прощаюсь с вами. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на сайт «Закон Божий». Мы постараемся ответить на них. Всего вам доброго. Продолжение следует...